Звучит песня 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 истории, и в истории то, что Он строит, Его сущность. Когда вы молитесь, это не обряд. Когда вы исповедуетесь, это не обряд. Когда вы причащаетесь, это не обряд. Это таинство. А таинство – это благословение Божие, присутствие Божьего в вашем сердце, которое вы всем своим существом совершаете. Вот это в наше время то, что самое сильное для народа, для Бога. На вашем народе оно начинается развиваться. Батюшевские храмы строят, чтобы вы в них находили Бога. И это великая радость, в этом участвовать, как я делаю с вами сегодня. Приехав и ослужив Божественную Литургию, отдав Богу эту память, когда Христос сказал «Приимите тело Мое и кровь Мою в Себе». «Яко аз во Отце, и вы во мне, и аз в вас». «Быть верующим христианином» – это принимать в Себе Христа. И слово «спасение» имеет только тогда смысл, когда мы молимся о своем спасении, только тогда, когда каждый из нас понимает, что мы грешные по природе. Вы знаете, это чувство на Западе почти что исчезло, потому что и философские мысли, и потом немножко со временем, в последнее время церкви опустошились. Я говорю про Запад, не про русских и православных, или белорусов, которые там живут. Но было такое понятие, которое стало преобладать, это что человек родился благим. И это Руссо такой был философ. Кстати, он был в Женеве, в том городе, где я пребываю, к сожалению. И он, эту фразу, она истинна для всего человечества, потому что уже люди не разбираются понятие, что такое человечество, как оно должно быть. Если эту фразу принять, тогда все мы Боги, тогда мира среди нас не будет, потому что будет всегда вражда. А если мы принимаем Бога в себе, и Господь нам дает эту свободу, идти к Нему, а эту свободу надо как бы использовать и принимать как ответственность, что человек, приняв крещение, потом должен понимать, а когда он растет, он уже должен осознать вот это положение, что мы греховные, и свобода наша – это совершать свое собственное спасение, так как мы все разные, никто друг на друга не похожий, и Господь каждому дает свою сущность, и каждому дает свой путь. Поэтому рецепта нет. Если рецепт есть на борщ, все равно борщ у каждой хозяйки миндоровый вкус. А тут вопрос спасения должен каждый найти этот путь, поэтому бывает и скорби на этом пути, на пути спасения, но они необходимы, чтобы на этот путь приступить. Дорожка узкая, но нужно ее достичь. Поэтому молимся Бога в храмах постоянно именно с этой целью. И хочу вас поздравить с предверием Рождества Христова. Пожелать вам провести это в той радости, которую испытали пастухи, никогда не слышали, как ангелы и архангелы пели над пещерой «Слава Высшим Богу на земле мир, человек за благоволение!» Да и всем Богом здравия, спасения, а встречать Бога-младенца, который воплотился и в то время неожиданно тот народ избранный, который готовился принимать Мессию, его не было никого. Были только несколько пастухов и были из далекого Востока пришли волхвы, которые принесли дары, потому что их звезда привела. Пускай вас всех звезда приведет к этим ясным, чтобы помолиться. С праздником наступающим! Поздравляю всех вас! Субтитры создавал DimaTorzok